В принципе, оборудование у нас есть. Люди? Люди, но опять же, вопрос будет стоять, я вам уже говорила. Финансов? Да. Но пока финансов нет, в больнице седают на отсутствие кадров. Областной департамент здравоохранения оборудование закупил, но ставок для реаниматологов не выделил. Причем, необходимый комплект реанимационного оборудования для Крамской районной больницы закупили в период 2012-2014 годов. Но все это время 11 единиц многомиллионной техники проставила без дела. Только сейчас часть оборудования разместили в палате интенсивной терапии. Но она не в состоянии заменить в полной мере отделение реанимации. Сестра как бы обслуживает все отделение, в том числе и эту палату. Естественно, когда ситуация форс-мажорная, она больше времени уделяет работе здесь. Если бы была палата реанимации, то медсестра бы занималась только работой в этой палате. Для работы палаты как бы все то же самое. А разница в обеспечении человеческими ресурсами. До 2007 года реанимационное отделение здесь было. По факту одно сразу на три соседних района – Крамской, Дмитровский и Тростнянский. В общей сложности более 40 тысяч жителей. Плюс рядом федеральная трасса, где нередки ДТП с пострадавшими в тяжелой форме. А ближайшее отделение реанимации только в областном центре за 40 километров. Мы сейчас пришли к выводу, к такому, что необходима все-таки, вероятно, областная целевая программа, которая бы предусматривала как раз создание палат реанимации в больницах, которые расположены на федеральных трассах. Но на такую программу нужны деньги и время. Но именно его может не хватить для спасения человеческой жизни. В больнице седут и на отсутствие специалистов других профилей. Вот мы недавно тут отчет составляли. Значит, нам очень не хватает. Нам нужен травматолог, нужен нам... Ой, нам много. Нам где-то 19 врачей не хватает. Нам нужен психиатр, нам нужен окулист, нужен нам травматолог. Несколько лет назад в Кромах закрыли зубопротезный кабинет. Теперь, по слухам, на очереди родильное отделение. На прием к доктору Крамчанам порой просто не попасть. Нету глазного, автомолога нету, понимаете? И хирургов там вечная очередь. Люди сидят, очередь громадная, и не попадешь к врачу. МРТ не работает. Вот что, есть день в Орел. Вот открыли, привезли аппарат. А что толку? Он стоит здесь. Врача, значит, нету здесь для него. Между тем, Орловская область не раз попадала в черные списки. Дорогостоящее оборудование за бюджетные деньги закупалось, но жизни людей не спасало. А мы, в свою очередь, направили запрос в областной департамент здравоохранения и продолжим следить за развитием ситуации. Заинтересовались проблемой в Следственном комитете. Уже проводится доследственная проверка. Максим Ванюшин, Артем Моисеев, для программы Оперативный эфир. Спасибо.